приветствую вас на моем канале сегодня буду делать очень нежный и красивый дизайн буду использовать в своей работе 4d гель и аэрограф так что присоединяйтесь думаю для вас будет интересно а с вами я миронова виктория спустя три недели буду переделывать вот этот маникюр как видите прежний материал относился отлично база совсем не дала усадки несмотря на то что ногти достаточно длинные в общем мне понравился результат материал мне тоже понравился если помните и прошлый раз я работала материалом от торговой марки туфи профи снятия делаем как всегда на максимальных оборотах моего аппарата использую твердосплавную фрезу с зеленым маркером пилкой придаю форму свободному краю фрезой пламя с острым носиком вычищаем весь птеригий работаю сначала на форварде затем на реверсе скорость вращения 20000 оборотов также в результате удара на этом ног не появились трещины моя задача сейчас выпилить все трещины и заполнить его смесью базы и акриловой пудры в следующий раз Для размягчения кутикулы использую гелевый кератолитик от торговой марки C&D. Тщательно распределяю его по коже, затем вычищаю пушером всю пыль, которая осталась после работы с фрезой. После того, как я сухой салфеткой убрала остатки кератолитика, я ножницами срезаю кутикулу. Чтобы починить сломанный ноготь, я делаю замес с акриловой пудрой и базой для гель-лака. Для этого я все тщательно перемешиваю, затем выкладываю замес в трещину. Заполнив трещины смесью, я отправляю руку в лампу на 30 секунд. Затем вытираю липкий слой и пилкой сглаживаю неровности. Когда маникюр готов и ноготь обезжирен, я наношу базовое покрытие. Сегодня я тоже использую базу от торговой марки туфи-профи. После того, как база заполимеризовалась, в два тонких слоя наношу полупрозрачный сиреневый оттенок. Это френчевая коллекция от торговой марки Камильфо. После того, как цветник заполимеризовался, я вытираю липкий слой и бафлю поверхность. Сегодня будет очень нежный дизайн. Растяжка аэрографом. Для этого я беру белую краску, затем добавляю темно-фиолетовую. Тщательно все перемешиваю, чтобы в результате у меня получился нежно-фиолетовый оттенок. Затем, чтобы посмотреть, какой цвет у меня получился, я испытываю его у себя на перчатке, либо же на белой салфетке. Аккуратно слой за слоем я распиливаю краску. Слежу за тем, чтобы она была сухая и ни в коем случае на нубке не появлялись лужи. Иначе тогда в носке у клиентки пойдут сколы. Для закрепления специальной краски для аэрографии я использую каучуковую базу. Я уже очень много перепробовала разных закрепителей. Есть специальные 3D топы, очень плотные топы, топы для слайдеров. Но все-таки, как мне показала практика, что лучше всего закрепляет именно базы для гель-лака. Очень хорошо проходиться нужно по торцам. Если у вас не держится краска, можно еще бафиком тоже проходиться по торцам перед перекрытием базой. После того, как базовое покрытие высохло в лампе, перекрываю ногти топом. Нужно быть очень аккуратной и смотреть обязательно на ногти. Ведь база имеет достаточно липкости. И топ не всегда равномерно ее перекрывает. Так что обязательно нужно смотреть, чтобы не было проплешин. И рекомендую все-таки перекрывать, наверное, по одному ногтю. А чтобы дизайн немного выделить, буду использовать сегодня пластилайн гель от торговой марки Trendy Nails. Я ранее уже делала лепку, но делала ее с помощью 3D гелей. Это немного другой материал, он более плотнее. Я когда его увидела на выставке, решила его себе купить и сегодня буду тестировать. Также для сегодняшнего дизайна буду использовать стразы от Сваровски. Крепить их буду на базу для гель-лака. Подсушил камушек, я приступаю к лепке. Я уже раскатала материал на маленькую полосочку. Затем апельсиновой палочкой отделяю совсем маленький кусочек материала. И аккуратно переношу его на ноготь. Буду использовать специальную кисть для лепки. А смачиваю я ее у води. Да, обычной воде ни в каком спирте. Вот чем меня подкупил этот материал. Мне стало интересно, действительно ли он будет работать без спирта, без какой-то специальной жидкости. Ведь когда я работала с 3D гелем, немного появлялись белые пятна на материале. И мне это не очень нравилось. Ведь ты стараешься делать красивую лепочку. А в результате у тебя появляются белехие полосы. То на самой лепке, то на стразах. Что я вам могу сказать? Этот материал мне нравится. Он более плотен, чем те материалы, которые я использовала раньше. Конечно, к нему нужно приноровиться. Он более жесткий. Но я думаю, что это дело времени. Если немного потренироваться, будет выходить красивая и очень тоненькая лепка. Я купила себе только белый цвет. Но знаю, что этот материал можно смешивать с разными пигментами. Так что в следующих видео ждите лепку разноцветную. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А для того, чтобы лепку приукрасить, я использую металлические бульонки. Которые перед этим я вымыла в топе без липкости. После того, как дизайн высох полностью в лампе, я вытираю кожу пальцев от краски для аэрографии. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...